В эфире программа Акцент в студии Ирины Львова. 300 лет назад мир был другим, другой была и письменность нашего народа. 29 января 1708 года был издан указ Петра I об официальном введении на Руси так называемого гражданского алфавита, место в старославянской азбуке. После реформы меняются не только язык, но и нравы, правильным ли было это решение императора и как повлияло на дальнейший ход истории, почему азбука нам ближе, чем алфавит. Об этом поговорим с хранителем народных традиций, директором Живого музея древних ремесел Ольгой Сафроновой. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам. Скажите, каким был раньше древнерусский алфавит? Древнерусский алфавит и его вид, и его характер, и его образы, они приходят к нам из глубокой древности. Мы сегодня, изучая древнеславянскую, древнерусскую письменность, делим эту письменность на два периода. Это естественно, потому что все мы знаем, что монахом Кириллом, который, ну, монахом Кириллом стал здесь, на Руси, это был византийский монах, он изучил древнеславянскую, древнерусскую письменность, письменности, вернее, правильно сказать, которые были здесь в разных родах разные. Была письменность ируническая, черты и резы, о которых писал болгарский монах Храбр, X века летописи, о чертах и резах, что славяне до X века имели и черты и резы, которыми, как он пишет, гадаху и писаху, вот, то есть писали и гадали, то есть предсказывали. Вот, и были письменность, так называемая буквица, то есть это образное письмо, которое имело 49 знаков. И были разные глаголическое письмо, глаголица это в основном использовалось как торговое письмо для записи всяких книг бухгалтерских, взаиморасчетах на ярмарках. Было княжеское письмо, было, так называемое, видовское письмо или письмо священнослужителей, которых разные, значит, знания древние записывались. Было узелковое письмо, которым пользовались домохозяйки, простой народ. Ну, естественно, очень мало, к сожалению, этих вещей сохранилось, потому что, представьте себе, узелки, ткани склеят. Только очень мало, да, и в библиотеке очень многие узелковые были сожжены, но осталось, например, в нашем языке, даже в современном русском, такие вещи, как красной нитью рассказа, прошита, да, или мы говорим завязать новый сюжет, то есть откуда это, или завязка истории, да, или мы говорим с красной строки, почему, потому что красной ниткой завязывали вот эти вот вещи, да, или опять завязать сюжет, да, что значит вот этот узелок. То есть не только буквами, но и какие-то... Да, это делались с помощью узелков, и целые узелковые библиотеки были, по принципу, вот как сейчас находят эти узелковые библиотеки, почему-то там они сохранились лучше, в Латинской Америке, там были целые, у индейцев целые узелковые библиотеки, ну и в Египте были узелковые библиотеки, потом писали на деревянных дощечках, известен новгородский документ, и много споров идет, была или не была Велесова книга, то есть так известные патриарси, о которых говорится о том, что писали, были письменности разные. Это все было до Кириллицы, и Кириллицу, вот монах Кирилл, который пришел и изучил все эти разрозненные языки, и сделал единый, и Кирилл, и Мефодия известны, они сделали единый язык для единого христианского богослужения, для того, чтобы эта вера объединила людей в едином вот таком вот понимании русского языка. Но все равно и Кириллица, и другие наши письменности, они были образными. Самый принцип того, что язык должен был носить образ, язык был очень глубоким. Сами вот буквица, вот здесь у нас такая книжка, мы изучаем ее, она имела 49 символов, и каждый символ имел еще свое название философское, глубинного понимания сути какого-либо явления, которое ассоциировалось не только со звуком, который передавало это письмо, но и с каким-то понятием жизни, очень глубоким философским, которое нес этот символ. То есть 49 букв было. Да, 49 было букв. Вот, еще эти буквы передавали цифры. Почему их тоже так было много? Потому что цифирь сама, вот та, которая, да, вот пришла к нам, арабская, она раньше в Руси не использовали буквы для обозначения знаков. Сверху просто ставили цифирное тетло. Таким образом в тексте было видно, что это цифра, что это обозначение. Но они тоже обозначались знаками. И вот я хотела сказать, что был даже поэтический такой известный у нас, значит, набор вот этих вот наших буквиц, которые звучат как «Ас, Бога ведаю», глаголь «добро», «добро есть жизнь». А, Б, В, Г, Д. Да, да, но при этом эти простые буквы, они сразу передавались, передавали людям или детям даже, да, маленьким, передавали уже в семье понимание сути жизни, понимание уважения к старшим, уважением к труду. Например, ци слово твердо. То есть говори свое слово и держи свое слово. То есть какие-то понятия нравственные передавались вот с этим языком. Естественно, когда язык со временем упрощался и становился более, скажем, подобающим, мы говорим, духу времени, потому что ускорялось время, наша жизнь менялась, вот этот образ жизни, который был в древности, патриархальный, он менялся, потому что появлялись новые изобретения, скорость жизни изменялась, люди начинали двигаться в города, менялся стиль жизни, разные изобретения технологические облегчали одни виды труда, ручной труд уходил, приходил труд с разными станками и так далее. И вот подобающий этому менялся язык. То есть он упрощался, становился плоскостным. То есть в время слоя как бы язык шел за ним. Да, да, человек в изменении своем, человек в стремлении к комфорту, к удобствам, к вот этому вот выбору потребления, он менял философию самой жизни. И, естественно, язык тоже становился... Естественно, потребление и создание. Да, становился плоскостным, более простым. Человек упрощал какие-то вещи, ему казалось, что так лучше, быстрее и проще, но уходил от каких-то исконных древних природных ценностей. И сейчас, собственно, мы стоим перед таким порогом нашего времени, когда уже упрощение дошло до... Даже вот мы всегда приводим пример, что сейчас на компьютере есть тачпед, да, у нас пальцем. И я всегда, когда преподаю историю древних языков, я говорю детям, вот смотрите, первобытный человек рисовал пальцем на песке. И сейчас мы приходим, усложнив, бесконечно усложнив вот эти ноутбуки, когда мы пришли уже к сенсорным экранам, у нас закончится тем, что человек также рисует пальцем на песке. Вот это сложное, да, оно усложняется, и оно усложнение приходит простому, как наши ученые сегодня доказали существование законов космоса, или там стройности, гармонии мироздания через то, что они через алгебру постигли гармонию, как пишет Пушкин. Но иногда не знают, почему и как построены египетские пирамиды, и почему именно в этом месте. Да, и почему это делается? Очевидно, это тоже делалось так же просто. Ну давайте вот вернемся все-таки к языку. Получается, что упрощение, оно не всегда хорошо. Где-то мы радуемся, но в случае языка 49 буквами можно передать гораздо больше, чем там 33-мя и так далее. Естественно, но вы же понимаете, что способности людей к восприятию образов... Раньше система какая была? Если мы говорим о системе жизни, она была, мы говорим, кастовая система. То есть были люди, которые владели знанием, которые сохраняли это знание. Владели, может быть, там и руническим тайным письмом, и узелковым письмом, и буквицей, и образами, и разнообразными символами тайного письма, например, да, которым владели священнослужители и мудрецы. Но не все могли владеть этим письмом. Был очень тяжелый физический труд, и крестьяне не могли обучать своих детей. Мы, убирая глубину этих знаний, приспосабливая, упрощая, даем возможность большему количеству людей это знание постигнуть. Потому что с книгопечатанием, например, ведь кириллица дала что нам, да, упростив вот этот древний наш язык, кириллица дала возможность печатания книг. Потому что за печатанием Библии пошло печатание светских книг, печатание летописей, исторических разнообразных книг, перепись историй, сказок. И уже во время, скажем, русское, когда начали появляться книги, начал появляться даже народный лубок, вот эти знания, они дали широкому кругу людей возможность эти знания получать. То есть, получая массовость, мы теряем качество. Здесь, сейчас мир приходит к тому, что необходимо найти золотую середину между массовостью и качеством. Вот сейчас наше время как раз вот на грани использования современных технологий и возвращения к корням, к древним искусствам. Вот мы сейчас думаем, как, может быть, на сенсорном экране обучать детей искусству древних рисунков, чтобы они, например, вышивку могли древнюю на компьютере распечатать, а потом прийти и научиться уже все-таки это делать руками. Ну, вот как раз сейчас этим и занимаются, мастерицы, в принципе. Да, 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 но мы используем... Все не так плохо. Да, все не так плохо, мы используем обратно вот эти вот вещи, которые раньше казались сказкой. Ну, было три реформы, насколько я знаю, именно по гражданскому шрифту. И как раз-таки Петр Первый устранил очень много надстрочных букв, очень много горловых, гортанных, таких вот... Все-таки буква, наверное, это не просто вот то, что мы можем увидеть, это то, что мы можем услышать, произнести магический знак. Да, буквы передавали определенные вибрации. Сейчас известны исследования наших ученых Горяева и, значит, если вы знаете, учения о торсионных полях. Слышали? Есть ученый Петр Горяев, который лауреат многих премий, я даже сейчас не буду их все перечислять, но он открыл понятие торсионное поле. То есть это вращение энергетическое на уровне электронов, на уровне микрочастиц, что каждое явление, каждое, значит, даже настроение человека, меняющееся или какие-то меняющиеся качества природы, они имеют определенную вибрацию. Вот эти вибрационные поля, они передавались звуком, потому что человек даже в книгах, посвященных христианской религии, как начинается самая известная книга мира, вначале было слово. И слово было Бог. То есть, да, и слово было Бог. Поэтому вибрация, человек отличается от животное, как мы говорим, тварь бессловесная, словесностью, тем, что у нас есть вот этот центр речевой, это волевой центр управления миром. То есть через слово «аз есмь» я говорю. Я говорю, я управляю словом через вот эту вибрацию. Естественно, древний язык носил вот эти вибрационные характеры, этих звуков гортанных, носовых, юти, юсы, и нить. То есть разные звуки, которые передаются сейчас только в народной песне. Вот мы сейчас, да, у нас вот, например, кружок есть народной песни, где мы поем древние песни, и обязательно там есть гэ, хэ, вот эти вот звуки гортанные, горловые, которые передаются даже сейчас вот шаманы Алтая, их вывозят сейчас и в Кремль выступать, горловое пение, которое создает определенные целительские вибрации. И эти буквы были, естественно, утрачены, потому что они казались нашим политикам, которые шли в Европу, прорубали окна и там лишали бород, бояр, для того, чтобы мы были более европейский, светский народом, а не дикарями, и нас не воспринимали как-то отдельно. Были ли мы дикарями, вот вопрос. Да, но это воспринимали, понимаете, вот греческие историки, которые приехали, они писали, как они воспринимали русскую баню, что какие-то дикари бьют друг друга ветками, хлещут, прыгают голыми в снег, засовывают друг друга в какое-то пекло, и, в общем, какое-то вообще дьявольское на их взгляд. Ольга, а вот переносясь во времени. А тем не менее, это были наши оздоровительные процедуры. Это как было, да, а вот, в принципе, это же вопрос не только вот время ушедшего, 20-й век, революция, идет латинизация языка. Луначарский сделал тоже очень доброе, в кавычках, дело, убрав определенные буквы, определенные знаки, очень важные для нас, кстати, буквы. Но, опять же, вот я приведу пример. Аз есмь, о котором я говорила. Аз. Аз – это не просто я, да, я – это была последняя буква алфавита. Даже до сегодняшнего дня это было почему? Потому что я развивает эго. Если я – это первое слово, то значит, человек развивает эго, эгоизм, эгоцентризм. То есть здесь, а аз – это было первое слово, потому что что такое аз? Аз – это то, с чего, это первоисточник, первоначало. Аз – мы говорим, летчик, который лучше всего мастер какого-то дела. То есть это совершенный человек, это не просто я, не просто какое-то якающее существо, которое хочет эгоцентризма, хочет как бы завладеть. Которое не хочет потребления, которое хочет создание. Да, не потребление, а аз – это творец, Бог, живущий на земле. То есть мы начинали с того азмь есмь, и вообще утверждаю, я существую. Я существую как высший венец творения, как творец, как совершенное существо, как совершенное существо, которое не может обидеть природу, которое не может обидеть меньших братьев, животных. То аз нес ответственность. Я ответственности не несет. И Луначарский сделал такую вещь. У нас был прекрасный учитель литературы, я училась в Московском университете на филфаке. У нас был прекрасный преподаватель русской литературы, Лев Соболев, который, кстати, потом составлял и собрание сочинения Цветаева, и Блока. Это прекрасный совершенно исследователь, литературой вед. И он, когда нам рассказывал в Институте Оры и реформе Луначарского, он сказал, одним махом реформа русского языка в советское время весь народ перестал существовать. Аз есмь, человек говорил, нас не стало. Мы превратились в некую массу я, якающих существ, которые вот были лишены вот этого творческого, высшего, связанного с высшим началом. Поэтому здесь вот во многих языках аз остался, вот в литовском. Видите, как интересно получается во времени. В итоге, чтобы вспомнить, сейчас идет новая волна вспоминаний, возвращения к своим традициям, порой нужно забыть. А ведь язык — это душа народа, кто отнимает у нас знания, историю, культуру на протяжении столетий. И как этому противостоять? Говорили с хранителем славянских традиций Ольгой Сафроновой. А я с вами не прощаюсь, через несколько минут расскажем о главных городских новостях к этому часу. Оставайтесь с нами.